Сегодня мы будем разбираться, какого фига вот эти вот кони выпрашивают, а порой даже и вымогают деньги вот просто на ровном месте у людей на улице. Подошлём к ним своих подставных ребят, попробуем коням не заплатить, будут ли они вымогать, посмотрим, как они врут, выворачиваются, пообщаемся лично и узнаем, насколько тут всё законно с юридической стороны. С вами ИВГ. Мошенники они или нет, эти уличные попрошайки-аниматоры? Сейчас всё узнаем. В наш телеграм-бот написали вы, наши пацаны, что в Екатеринбурге, на местном Арбате, это пешеходная улица Вайнера, к ним подошли аниматоры в ростовых костюмах каких-то коней и ослов и развели на фоточки, а потом неожиданно за это попросили деньги. Да, как бы, для кого-то такая ситуация всё ещё нова. Причём так ещё настойчиво попросили, пацаны отдали целых 200 рублей, хотя кони нагло просили куда больше, типа, парни, ну мы тут мёрзнем, типа работаем. Тысяча рублей не попросили за эти фоточки, за, не знаю, за минуту работы. Не охренели ли эти ослы или кони? А вы понимаете, если кого-то из вас скинули и вы написали нам, это уже личное. А написать можно нам в наш телеграм, вон там вот в описании есть специальный бот. Нахожусь на Вайнера, вы написали нам, что здесь работают молодые люди в костюмах. Приехал сюда специально заранее посмотреть, правда ли тут они есть на самом деле? И да, они тут работают сегодня. Я понаблюдал, что они, как бы, большинство подходят к родителям, у которых есть дети маленькие, заигрывают с ними, потом уже просят деньги за фотографию. Нам нужны дети. И вот наши друзья нам завтра дадут своих детей, и мы сюда вернемся, и они пойдут к этим коням, к ослам, а потом подойду уже я с документами и устрою раз в борщ, потому что, друзья, это вымогательство. Откровенным вымогательством со стороны аниматоров возмутились отдыхающие. Ребята, они предупреждали, что будут деньги брать вначале, когда фоткались. Нет? А потом он типа, давайте деньги, давайте деньги, да? Вот видите, третий случай. Вот. Ходят в плюшевых костюмах. Вот это да. Вот это замануха. Потом требуют деньги, не раз были свидетелями. Да, были у нас проблемы. С вами просто типа пофоткались, а потом делили. Пофоткались и взяли денег. Да, ну это все время. На тысячу рублей. Тысячу? Ну, значит, и правда, есть такая проблема в крупных и курортных городах страны. Приставалы аниматоры работают на улице и цыганскими методами зарабатывают свои копеечки. Непорядок, значит. В среднем 500 рублей стоит взрослое фото и 300 рублей детское. И прикол в том, что эти ценники, они говорят тебе, когда уже фото сделано, и ты по факту, ну, просто вновь что должен. Точно так же, как и с ПК мастерами и прочими клоунами, что сначала делают, а потом выкатывают свой конский прайс, и тебе как бы очень трудно уже отказаться от этих навязанных услуг. Вот я лично терпеть не могу таких приставал. Клоуны, которые решили поднять легких бабок, вон, разряжаются во всякое. С ними на ютубе полно вообще конфликтов из-за их же попрошайнических и вымогательских методов работы. Вон, ребята, те же музыканты спокойно играют на улице. Очень многим это нравится. Кто хочет, кидает денежку. К никому они никогда не мешают. А то даже и делают некоторые места в городе культовыми. Вон, переход СОЯ в Екатеринбурге, например, или места на Невском, на Васильевском в Питере. И вот идешь ты по таким местам, и как только ты видишь таких вот отмороженных приставал, вообще хочется с этой улицы уйти, никогда на ней не появляться и даже не появляться в этом городе, особенно если стал жертвой развода. Да и судя по местным екатеринбургским пабликам, эти ребята тоже замечены в мошенничестве, да еще и сумма у них даже больше столичных. Позорят вообще город такие ребята. И прежде всего это предприниматели, которые создают такие вот рабочие места. Вот они, ребят, разводилы, кони эти и зебры. Еврей уже ждет, когда аниматоры пообедают, и придет подставная мать с ребенком, чтобы подослать их к этим ребяткам, ну и попробовать развязать конфликт. А пока они заряжают камеры, смартфоны и диктофоны, я вам хочу рассказать про удлинитель. А точнее про его эволюцию. Ну ладно, на самом деле это зарядная станция от Ugreen мощностью 65 Ватт с тремя розетками, двумя USB и двумя Type-C портами. То есть вот этим вот стильным кубиком можно быстро заряжать вообще любые гаджеты. Причем он идеален как короткий удлинитель, можно красиво использовать на рабочем месте, из-за резиновых ножек он не будет скользить по столу, а благодаря новой технологии GAN его размер довольно компактный, с такими-то возможностями. Тут обычный удлинитель-то как бы только вот такого размера будет, а тут еще и зарядочки. Да, не подумал бы, что буду рекламировать удлинитель, конечно. Ну а чё? Я хочу его брать на самом деле в путешествие, особенно когда не знаешь, будет ли у тебя в номере розетка возле кровати или рабочего места. Вот эта вот вещь точно выручит. Ну и забыть зарядник даже от ноутбука теперь уже не страшно. Да и смотри какой он стильный, черный матовый пластик, мягкий толстый провод, ощущение такой, знаешь, качественной вещи. Вот смотри, как у меня валяется удлинитель, ну чё это вот за колхоз? Переходники там какие-то зарядники торчат. Или смотри, как это будет стильно выглядеть с Югрин Пауэр Стрип даже на полу. Ну и на столе его тоже приятно созерстать. Стильный куб, 7 портов, такими штуками очень приятно пользоваться. Это моя не первая и не последняя вещь от Югрин. Рейтинги, отзывы на Алиэкспрессе как бы подкрепляют мои слова, ссылка будет в описании. Зебры, единорог и осёл уже закончили свой обед и начали потихоньку охмурять проходящих мимо малышей. И вот к ним отправляются наши подставные прохожие. И кстати люди после фотографий как-то странно разговаривают. Смотрите, как будто оплата фото для них стала неожиданностью. Итак, Алиса с Аней пошли. Мы будем наблюдать. Не кусаясь, максимум массаж головы делаю. Ой, еще шампунь, у вас единая сила. Зами же фотопушку, мы готовы позировать. Будешь фоткаться? Ну-ка. Ну-ка, загадывай желание, Алиса. Ой, сейчас в тебя полетает. Алиса в зазеркалье. На кромку коню 300 рублей. А, это платная что ли? Ну на кромку немножко вернуть нужно будет оставить. А, вы не сказали. А с мамой? Никому не показываете? Заревнуют, но мы сделаем. Божь нашим фотографам. Ты будешь наш споткать? Ну, никому не рассказываю. У коня зубы не застрахованы. Давай, фоткай нас. Мы актеры, не боксеры. Предложение руки и копыта. Выходи за меня на работу в понедельник. Есть такое дело. Ну и французский поцелуй. У нас с собой-то наличные. Я могу переводиком по номеру телефона отправить. Думаю, что вы аниматор из пассажа. Так, вот на этом, наверное, у меня есть. Нет, я из зоопарка сбежал. Не знаю, кто. Я поэтому подумала, что бесплатно. Ты сам на ком зарабатываешь? Ну, вот у меня вот реально вот 20 рублей. Ну, просто мелочь копыта неудобно. Там будет трястись и выпадывается. Можно переводить? Нету больше. Так нету у меня. Ничего не могу сделать. Ну, ты готов отдыха тогда? Пока, красавчик. Давай опять. Не, возьмите хоть 20 рублей. А, мы не очень берем. Ну что, мелочь мы не берем. 20 рублей не деньги. Как видите, они как бы между делом, так между строк. Сказал перед фотографированием, что в конце на корм оставить не забудьте. В конце, говорю, на корм оставить не забудьте. Ну, на маму смотри, смертельный номер. Ну, как? Эта фраза как-то, ну фиг знает, как звучит. Как будто, типа, сколько захочешь, столько и оставишь. 50 там, 20 рублей. Так же, да? Ну, серьезно. Ну, тут аниматор требовать денег больше не стал, а просто ушел. Теперь мой выход. Жень, он не требовал денег. Убери эту тапочку. В смысле, не требовал? Так, не требовал. В смысле, не требовал? Не требовал. Ты ему взял 20 рублей? Он не взял 20 рублей и с него не требовал денег. Пошли. Ребята, здравствуйте. Почем фото? 300 рублей детских, 500 взрослых. А видео? А видео? Можно снимать вас? Блин, можно. Тысяча рублей. Тысяча рублей, да. Меня зовут Евгений, я корреспондент телевизионного агентства Урала. Можно с вами пообщаться? На вас поступают жалобы, что вы деньги вымогаете. Правда это или нет? Нет. От народа? Нет. Нет такого? Нет такого. Просто люди бывают разные. То, что, как я делаю, я не с кого деньги не вымогаю, могу говорить лично только сам за себя. Короче, на камеру с открытым лицом никто не захотел сниматься и что-то там рассказывать. А кто захотел, ну, собственно, снимался вот так. Да и ничего интересного не сказал, мол, мы работаем честно, я самый правильный, добрый и позитивный. Ну да, спрашивать у коня, вымогает ли он деньги, но это как-то тупо. Естественно, так тебе никто никогда не скажет. Я могла бы себе фотографа нанять и фотосессию сделать. Верните людям деньги. Вы их обманули на наших глазах. Девушка, вы обговорили, что 4500? Нет. Вы такие лохотронщики. Я работаю вот здесь вот, миллионы 38. Каждый день хожу и вот эти аниматоры просто лезут ко всем, прям в нагло им говоришь. В Питере и Москве такие ребята, конечно, гораздо наглее работают. Они там спокойно могут тебя матом покрыть и деньги требовать, и унижать, и все, потому что ты не повелся на их уловки. Их, конечно, отводят в полицию, административки выписывают. Вот эти вот самые известные в Сочи вообще в таком виде и сидели пять суток за мелкое хулиганство. Уж очень настырными они были. Еще и в курортном городе, ну, вообще было неприятно, наверное, людям. И я думаю, если парни натворят еще что-то и загремят на больший срок, то зоновские погоняло им уже обеспечены. А некоторые в комментах даже рассказывают, как они сами брали деньги за фото со своими детьми у этих животных. Когда я был у друзей в Петербурге в гостях, такого коня я вырубил у главных ворот верхнего парка фонтанов. А у его обосравшегося корича сёбры я забрал 300 рублей за фото с моей дочерью. А потом предложил сделать ему селфи с его спящим другом. В этот момент подъехал экипаж ОВО. Когда они увидели своего комроты, то есть моего друга, они сказали, что лошадей назад в конюшне сами отведут. По-пацански ты чисто разобрался, так если чё там порешал вопросик. Сразу видно, быдло писало. Ну что, друзья, продолжается охота на лошадей-аферистов. Вот Сережа, суетолог, приехал, приехала его подруга Арина. Сегодня они будут подходить к этим лошадям и разводить их на их работу. И вот сегодня уже будет сумма 50 рублей. Задача нам зафиксировать вымогательство. Извините, можно сфоткаться? Ну вымогательцам тут особо и не пахло. Ребята сами подошли, спросили сфоткаться. Блин, как эти кони вообще на таком ветру работают. И в начале фотографирования один сказал опять же такую вот фразу. Фоткали, если они секунд 20-30, и вот за эти две фоточки аниматоры попросили тысячу рублей. Ну как бы стандартные таксы же для всех, да? 500 рублей со взрослого человека. Нифига себе расценочки. Только не забывайте девушкой поблагодарить. Вас тоже с Новым годом. Можно переводить. Сейчас я посмотрю. О, шесть. Друзья, у нас детские 300, взрослые 500. Денечки стандартные для всех. Можно переводить? Детские 300, взрослые 500. Блин. Я больше не... Я думал то, что просто бесплатно. Я же сразу говорил громко. Денечки не покупать. Детские 300 взрослые. Это то, что есть, к сожалению. У меня больше нет. Удачи, удачи. Ладно, ладно. Ладненько, все, спасибо. Ой, спасибо большое. Пойдем. На этот раз конь или осел, или кто это взял 50 рублей, но выпрашивать больше не стал, а просто попрощался. Ну и что, все что ли? Еврей там вообще весь недовольный. Уже второй раз приехал по холодку коней этих снимать, а они все никак деньги не вымогают. Поэтому он пошел сам уже с конем фоткаться. Ооо, с Новым Годом! С Новым Годом! Прикольно! О, опять вы, здравствуйте! С Новым Годом! Здравствуйте, ребятки! Вы знаете, да? Я сам фотографировался, да? А со мной? А с тобой нет. Давай, пофоткай нас тоже. Вас пофоткать? Давай. Денежка стоит. А? Деньги стоят? Да, конечно. А сколько? 300 рублей. Это с одного человека? Да. Ага. Просто вы нам сначала не сказали, и поэтому, как бы, немножко потом удивились. Ваша ситуация вошла, я же у вас денежку не взял. Потом 200, 500 рублей, это же дороговато. Ну я же с вас ничего не взял. Ну, понятно. Я как бы понял ваша ситуация, ну что у вас там всякое бывает. Сразу. Я вам сразу сказал, помню, что вы что-то предупреждали. Смотри, ну просто мне сейчас ребята сообщили, что… В процессе. Сразу вы не проговорили сумму. Только в процессе уже фотографировали, мы только сообщили в эту сумму, что это стоит платно. Да, то что… 350 детский, 500… Нет, я произношу, я же даже сейчас на радио с каким-то пределом уходил. У меня да, а вот ребят нет. А интересно, да, конь сходу сказал, что это платная услуга. У еврея, походу, это рожа протокольная, по нему сразу видно, что он пришел докапываться. У вас есть разрешение на ваши деньги? Конечно, все есть. Покажите мне. Зачем я даже сейчас вам показываю? Потому что я корреспондент. Ну, как бы. Везеное агентство Урала. Люди на вас почему-то жалуются массово, что вы людей обманываете, вы деньги помогаете. Ни в коем случае. А? Ни в коем случае. Правда это или нет? Здесь нам есть крышоты. Черный список в ВКонтакте. Народ жалуется массово. Деньги взяли с вас какие? 50 рублей? Ну, у вас нет. Ну, это в данном случае. Это в данном случае. Напишем. Нет, нет. Вы говорите не взяли, вы же взяли 500 рублей. Я вас с деньги не брал. А кто взял деньги с нас? Я вас с деньги не брал. Деньги вы не брали у вас, ребят? Вы у нас не брали деньги? Нет, я не взял. Парень давал, что плотинник он дал. Я же с вами общался. Я вам вернул обратно. Хорошо. Дело в вашем разрешении на работу. Конечно. Как вы занимаетесь этим? Вы самозаняты. Вы и вы. Это важно. Это важно. Послушайте. Люди жалуются массово. Говорят, что вы вымогаете деньги и проговариваете, что это платная услуга. Я не помогаю. Какой прайс у вас? Я вам еще раз говорю. Я деньги никакие не брал. А что вы? Брали полтинник? Я говорю, я не брал деньги. У меня все зафиксировано на видео. Я снимал. Покажите. 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 Отвечать на мои вопросы. Не буду я отвечать. Отвечать. Мне интересно. А я не буду. Это плохо. Сначала все хорошо. Играем. Дети. Все хорошо. Вы не бойтесь. Звук. 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 Покажем звук. Итак. Вот. Денюшки. 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 Вот они у вас в руках. Денюшки. 50 рублей. Вы их обратно не передаете обратно. Сергей вам показывает. Все что есть. Полтинник у нас есть. Сейчас будет звук. Сейчас мы видео смотрим. Мне с самого начала звук нужен. И вы уходите. И вы себе деньги не передаете. Вот пожалуйста. Звук. Покажите мне звук. Вот ваш гонорар должен быть такой. Там в тайминге искать надо. Это очень долго. Вот. Сахарок. Вы просите на корм коню. Вот пожалуйста корм коню. Сахарок. Ну ешьте сахар. Это мой кушает сахар. И здесь он. Это. Да нет. Оставьте себе. Хорошо. Я оставлю себе. Но. Ну что. Вам кажется смешно. Ну тоже смешно. Конечно смешно. Документ показывал я коню. Впервые в жизни. Но. Но. Так. Повторяю сейчас вы кто. Вы самозаняты. Я конь. Я конь. Он набрал 50 рублей. Да и больше ничего не требовал. Хотя. Странно. Что он отрицал. Что взял полтинчик. Сам факт. А как бы. Вот он был. В общем. Еврей. Долго. Я там. Душно ему затирал. Что-то про разрешение. Но конь просто стал над ним прикалываться. Вы навязываете. Я навязываю? Конечно. Не можно фоткаться. Профоткаться? А это платно. Это платно. Это платно. Вы знаете? Да. Это платная услуга. Вот. Вы работаете честно? Конечно. Почему тогда надо жаловаться? Не знаю. Где? Где девушка-то ваша? Где ваша коллега? Где ваша коллега? Что? На корм коню если можно. Ну вот например. Вот сахар. Кто они сахар любит? Все. И вы должны выйти взять. Ага. И все будет хорошо. Ага. Сладкая жизнь коню. Ага. Возьмите сахар. Ага. Вы показываете услугу. Вы должны получать деньги. У меня денег нет. Я даю сахар. Ага. А дальше что? Вы просто наглейте. Вы просто наглая. А дальше что? Наглая? Морда вот эта вот. Ага. 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 Возьми сахар. Арина, достань у сумочки. Еще сахар. Возьми больше. Возьми больше сахар. Возьми больше сахар. Копыта. Возьми копыта. Давай так, товарищ Коль. Шутки шутками. Я просто... Чего хочу? Чтобы вы просто работали честно. Чтобы вы проговаривали, что это услуга плата. Это самое главное. Чтобы вы людям говорили о том, что это услуга платная. Вот что я хочу. Побежишь меня. Я что, давай? Побежишь. Сейчас полицию вызову. Конь! Конь обманывает народ. Помогай деньги здесь. Народ, осерегайтесь мошенников. А? Побежишь? Сейчас полицию вызову. Всем привет. Это мой видеоблог. Я работаю честно. Можно кусить? Да. Вот так вот. Опа. Подписчики, привет. Подписывайтесь на мой канал. А ты блогер? Конечно. Блогер конь. Организированная бригада. Я киборг. Герой Донбасса. Не воевал. Просто скакал. В трое не улыбаюсь. В носу не ковыряюсь. Меня зовут Доктор Дизреспект. О-е-е-е-е. Подписчики мои. О-е-е-е-е. Да-да-да. Ну сегодня вечером у вас на Твич канале Доктор Дизреспект. Сегодня играем в КС-очку. Ха-ха-ха. Короче, какой из этого цирка вывод? Все абсолютно индивидуально. Кто-то просто посмеется, да скажет, иди там фото за бесплатно сделай. А кто-то и побыковать, да оскорблять будет. Все зависит от человека. Как и с ПК-мастерами у нас было. Но сам факт таких разводов существует. Блин, извините, если я где-то как-то видел. Ну, честно, пока, блин, если я где-то как-то задел, и, может, было какие-то высказывания резко. Ну, на самом деле, спасибо. Да не надо. За решение выходи на работу. Да какое? Но если вы все-таки нарвались на быдло в костюмах, вот вам разъяснение юриста. Такие агрессивные продажи на улице подпадают под действие части первой статьи 220.1 КАП «Мелкое хулиганство». Нужно вызывать на место происшествия полицию и фиксировать данные факты. Вот таким образом я считаю, что можно все-таки наказывать данных злоумышленников. И также есть практика судебная в Краснодарском крае, в городе Сочи, где таких аниматоров привлекли к уголовной ответственности. Если какие-нибудь клоуны будут с тобой выплясывать на улице, там фоткаться, а потом деньги просить, смело их шли. Куда подать? Ну и если они совсем уж будут нагреть, но вы знаете, что нужно делать, тут несколько вариантов есть. Спасибо за лайк, за подписку и увидимся в интернете. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok